Следующая, наиболее часто встречаемая ошибка – круговая аргументация. Нужно верить Библии, а Библия говорит, что у нас Слово Божье. Следовательно, Библия – это Слово Божье, следовательно, нужно верить Библию. Можно пойти в другую сторону, какая разница? В какую сторону идти – это здание по кругу. Библия говорит то-то, то-то, то-то. А почему я должен верить в Библии? Потому что она Слово Божье. Откуда ты это знаешь? Потому что написано так в Библии. А почему я должен верить в Библии? Потому что она Слово Божье. Извините, но это 80% нашего благовестия. То есть мы можем себя только убеждать, хотя бы по этому кругу, все больше и больше и больше, но никто, кто вне этого круга, убежден не будет. Именно поэтому эта апологетика на чем строится? На свидетельствах истории, на свидетельствах из личной жизни, на пророчествах, на исторических данных, на философских данных, на эстетических данных, на этических и так далее. Мы все эти свидетельства, все то, чем… Еще раз повторяю, помните, что апологетика никого к Богу никогда не приведет. Апологетика никогда никого не заставит поверить. Это действие Духа Святого. Все, что может делать апологетика, это разрушать препятствия на пути человека к вере. Но если человек не хочет идти к вере, то хоть ты все препятствия там разрушил, он говорит, все, у меня больше аргументов нет, но я все равно этого не принимаю. Вот. И мне с таким доводилось так. И доводилось, знаете, как-то у меня пятиминутная была всего встреча с умнейшим человеком. Он был директором научно-исследовательского института медицинского. Вот. За пять минут так получилось. Как раз у меня в это время жена рожала, я на этот симпозиум пришел, только на обед успел там. И вот мы с ним сели за одним столом. Вы знаете, вы когда-нибудь видели, как, я не знаю, у вас по каналу… Спортивный канал, там есть преферанс по пятницам передачи. Ну вот, вы когда-нибудь видите, как профессионалы в преферанс играли? То есть они сели, посмотрели свои карты и говорят там, ты без трех. Он говорит, согласен, положили карты и все, просчитались. Это как базар первоначально. Вот. То есть заранее, да. То есть люди, зная все карты в колоде, могут просчитать все варианты и, значит, заранее знают любой выход. Как, знаете, говорят, что создали сверхкомпьютер, чтобы он сыграл человеком шахматы, человек сделал шаг, ход Е2 и Е4, компьютер сдался. Просчитал все возможные варианты. Если не делать никаких ошибок, то этого хода достаточно для побед. Вот. Значит, вот так, знаете, вот так я с этим человеком. То есть он не верующий, он атеист, мы этого не скрывали. Ну, было тогда за 80 лет уже. Вот. И вот он, значит, делает заход в одну масть, там, один вопрос мне говорит, я ему отвечаю. Он тут же делает, он прощупывает другую масть. То есть через полторы минуты разговора мы знаем, что он знает все аргументы и все контраргументы, и я знаю все аргументы. То есть вот, понимаете, вот за эти пять минут я никогда в жизни не испытывал такого интеллектуального наслаждения от разговора, как за эти пять минут. Вот. И один у меня оставался аргумент, который я так тогда и не решился сказать, что вот вы дожили вот этих лет и тратите всю жизнь на борьбу с тем, кого не существует. То есть если вы считаете, что бога не существует, почему всю жизнь против него боретесь. Как можно бороться всю жизнь, тратить на борьбу, не бессмысленно тратить всю жизнь. Вот. Ну, я тогда недостаточно оказался дерзок, недостаточно быстро думающий, прочее, прочее. Вот. Человек этот долгое время потом не приезжал. Через, ну, спустя лишь несколько лет он опять собрался приехать к нам на симпозиум. Вот. И мы обрадовались, что, наверное, все-таки у меня посеянные семена какой-то плод дали. Но он умер. И так больше не приехал. Чем-то дело закончилось, так, в общем-то, я и не знаю, примирился он с богом или нет. Вот. Понимаете, если наши аргументы всегда будут ходить по этому кругу, мы, на самом деле, ничего не доказываем. Вот. Мы должны людям свидетельствовать, разрушая те твердыни, которые стоят вне этого круга, на пути к этому. На пути к ству. Потому что для человека, который верит в Библию Слово Божие, ему без разницы. Для него это достаточный аргумент, никаких доказательств уже не надо. Но для этого, но к этому человеку нужно привести, вот, собственно, в этом и заключается работа апологета. В этом заключается эффективное благовестие. Значит, наиболее краткая форма, можно рассматривать это как частную форму кругового аргумента. Круговой аргумент, состоящий всего из двух утверждений, называется тафтология. Ну, по-гречески тау, та и логос. То же самое слово. То есть вы то же самое утверждение просто повторяете да, другими словами, как по-русски говорят, масло масляное. Вот. Море при храме Моисеевым было бронзовым, следовательно, оно металлическое. Великая доказательство. Вот. Ну, самый такой, самый гениальный вид тафтологии, который когда-либо существовал, самая гениальная тафтология всех времен народов, это выживание наиболее приспособленного. То, на котором, в общем, теория Дарвина основывается. Никто никогда это утверждение не сможет опровергнуть. Потому что тафтология, она самодостаточна и с реальностью никаким образом не связана. В этом, все говорят, в этом сила теории Дарвина, в этом слабость теории Дарвина, что он к реальности никакого отношения вообще не имеет. Кто такой наиболее приспособленный? Тот, кто выживает. То есть, выживание наиболее приспособленное, это кто выживет, тот и выживет. Вот вся, значит, наука. То есть, я могу точно такую же теорию создать, что с окончанием урока первым класс покинет наиболее выходибельный. И мы сколько мы будем экспериментов ставить, я всегда окажусь прав, потому что наиболее выходибельный всегда будет пока покидать класс первый. Потому что кто покидает класс первый, тот и есть наиболее выходибельный. Если бы я сказал, там, наиболее сильный, там, или наиболее привлекательный, там, или прочее, мы могли бы начинать, там, спорить о этих, что эти свойства значат, оценивать степень сильности или привлекательности, вот, и дальше уже накапливать статистику. Но наиболее выходибельный я определяю действие через совершение самого действия. Ну, вот, там, погружение наиболее потопляемое. То есть это, это и есть тавтология. Ну, мы будем говорить о науке. То есть, на самом деле, классическую теорию Дарвина сегодня не признает никто. Вот. Большинство людей сейчас идут по пути неодарвинизма. То есть мы, то есть, самое, утверждение Дарвина неправильно, но сама идея-то хороша. Ну, сначала у него основывались, да? Да. Вот. Идея хороша, поэтому мы отвергаем все его доказательства, но от самой идеи отказываться не будет. Ну, а мы, по-моему, говорите, теори Дарвина, когда дойдем до науки. Вот мы немножко разберемся с логикой, потом займемся философией, наукой, этикой и прочими сферами. Собственно, пока мы еще только упражняемся, разминаемся, а потом перейдем непосредственно на апологические поля. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok